В порт Владивостока Павел Батов заходит после рейса продолжительностью 8 месяцев. На берегу траулеры ожидают семьи рыбаков и руководства компании. То, что швартуется судно необычное, выдает оркестр. С музыкой встречают те, кто отличился. Судно отправилось на рыбалку еще в канун Нового года. Именно зимой начинается так называемый сезон А у добытчиков ментая. Летом сезон Б. За это время траулер отработал в Охотском и Беринговом морях. Экспедиция осложняла непогода. Особенно сложный был январь месяц, февраль. Это были штормовые месяцы. Сила ветра достигала 25-30 метров в секунду. Высота волны 7-8 метров. Именно поэтому зимняя путина оказалась самой сложной для всей дальневосточной флотилии. Большинство судов добыли рыбы меньше, чем в прошлом году. Но экипаж этого плавучего завода перевыполнил план. На 120%. Общий итог с учетом лета 17 тысяч тонн ментая и сельди. По мнению капитана, все это заслуга ответственных работников. Около 160 человек за два сезона. Среди экипажа есть и те, кто впервые на рыболовном траулере. Олег Бортников год назад закончил морской университет в Крыму. И по распределению оказался на мостике дальневосточного судна. Вот это вот все захватывающее, оно интригует, когда появляется рыба, и мы пытаемся ее, так сказать, подловить. Вся произведенная в рейсе продукция ушла на переработку на экспорт. В планах у рыбопромышленной компании обновление своего флота. Семь новых траулеров. На их борту будет сразу выпускаться готовая продукция. И уже на этих судах мы будем производить конечную продукцию, которая не будет уходить на переработку, а будет уходить сразу конечным потребителем. И таким образом вся добавленная стоимость будет оставляться в России. И от этой добавленной стоимости все будут получать свою часть, включая и экипаж, и компания. Уже сегодня по итогам этого рейса руководство компании решило поощрить работников дополнительной премии. Чем больше рыбы, тем выше их заработок. Отличившимся вручили грамоты и поздравили с окончанием сезона. Полина Панькова, Александр Астафьев, Вести Приморья.